Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я бы хотела рассказать кое-что хорошее о таком человеке, как Иван Рудской, известный также как Иван Гай. Мы опустим то, что это самый известный блогер на российском ютубе, и посмотрим на его положительные качества. Честно говоря, я застала его еще во времена, когда у него было только 200 подписчиков, и он только начинал свою деятельность на ютубе. И начинал он со съемок видео по ныне популярному Майнкрафту. Честно говоря, я сама очень люблю эту игру, потому что это, так сказать, песочница, где можно что-то делать, надо запоминать, как крафтить какие-то вещи. И в целом это фактически мужской вариант игры Sims. Но, разумеется, там можно делать чуть больше, чем в стандартном Sims'е, и, как ни странно, чуть меньше. Но мы не о Майнкрафте. У Ивана очень хорошая подача видеоматериала, в отличие от меня. У него очень яркая картинка, и на эту картинку действительно и приятно смотреть, и ее хочется смотреть. Сам Иван является молодым и довольно привлекательным для большей женской аудитории человек. И я в каком-то плане его понимаю, что он выпускает такие ненапряжные, бессмысленные, веселые ролики. Я не думаю, что кто-то заходит на Ютуб погрустить, скорее больше развеяться и отдохнуть. Поэтому подобные ролики наполняют Ютуб чуть больше, чем полностью. Ну ладно, тут я не права. И если вдруг Ивангай посмотрит это видео, в чем я, конечно, сомневаюсь, Булка ему передает привет. Булка? Ты передаешь привет? Молчи, женщина, говорит Булка. Иван Рудской является довольно позитивным и, как мне кажется, добрым человеком, который, ну, не думаю, что доставен хейта какого-то, какого-то хейта в свою сторону. Потому что вроде как он никому не желает зла. Может быть, Мария Неру. Но тут вот тоже можно понять, потому что он столько времени потратил на эту девушку. Он испытывал к ней какие-то сильные чувства. Он делал ей подарки. И в большинстве своем он был с ней счастлив. Их расставание ударило даже по их публике. Отразилось на том, что Иван очень долгое время не снимает видео. Хотя вроде кто-то говорил, что он скоро выпустит видео. Но я надеюсь, что если он вдруг увидит мое видео, может быть, то, что я скажу чисто для него в конце, может быть, это как-то его подбодрит и поможет продолжать записывать видео с позитивом. Мне очень бы этого хотелось. Потому что творчество, оно абсолютно разное. И фактически каждый человек может творить и найти себя в чем-то вот прям вот, ну, неожиданном, совсем неожиданном. И если у него получается это делать, то почему бы и нет? Я не хочу говорить о негативе, о какой-то бессмысленности. Потому что с точки зрения Вселенной все бессмысленно. А с нашей точки зрения, с точки зрения людей, каждое действие имеет смысл. Поэтому если ты можешь творить, то твори. И вот сейчас я хочу обратиться лично к Ивану. Посмотри, сколько людей ждут твои ролики. Ты все-таки творческий человек. И у тебя есть дар дарить улыбку, дарить какой-то позитив. И не нужно от него отрекаться. Потому что ты же можешь делать. И хоть я смотрю тебя крайне редко, и то, ну, действительно, чтобы немножко поправить себе настроение, твои видео все-таки вызывают улыбку. Ты делаешь очень, ну, скажем, ненапряжные видео. Опять же, это без негатива. Это в плане того, что мозг очень легко воспринимает такие видео. Но какой-то момент ты забываешь просто о своих проблемах. Я понимаю, что у тебя очень много проблем в жизни. Что, может быть, у тебя какая-то меланхолия или какое-то упадническое состояние, настроение. Но посмотри, чего ты уже добился в жизни. Разве в ней недостаточно ярких моментов, чтобы вспомнить и сказать «Ребята, я вернулся. Я готов творить по-новой». Наплюйте на свои проблемы так же, как это сделал я. В конце концов, твой клип вот и тот. Ну и чё? Если у тебя происходит что-то плохое, не настолько плохое, конечно, что кто-то умирает, но с чем, в принципе, ты можешь справиться. Действительно, скажи «Ну и чё? Я с этим справлю». И ты справишься. Лайк и подписку я, опять же, не буду упоминать уже. Ну, в общем, на ваше усмотрение. Вы можете развернуть описание, посмотреть, чем я ещё занимаюсь. Потому что я стараюсь развиваться, и я стараюсь запечатлять всё, что я могу запечатлеть. Может быть, у вас есть какие-то советы для меня, как улучшить свой контент, как улучшить видео. И я буду искренне рада их выслушать, потому что это может мне помочь повзрослеть в плане творчества. Спасибо за просмотр и пока!